Эту машину угнали в мае прошлого года. А нашли, когда уже другой потенциальный владелец ставил авто на учет. Специалисты провели автотехэкспертизу и определили настоящего хозяина. Выяснилось, после угона страховая компания выплатила ему компенсацию. Поэтому теперь иномарка автоматически становится собственностью организации. А покупатель, который приобрел авто с рук, останется ни с чем. В настоящий момент мы заберем эту машину в свое пользование на ответственное хранение. Так как есть добропорядочный покупатель, который уже эту машину купил, в судебном порядке мы будем требовать первого права собственности на эту машину. Как не оказаться в подобной ситуации, если покупаешь машину с рук? Единственная гарантия – вместе с продавцом ставить автомобиль на учет, где проверят номера кузова и двигателя. Самостоятельно по внешним признакам подделку определить практически невозможно. На глаз, к сожалению, для обывателя это очень сложно. Злоумышленники, как я уже говорил, при изменении маркировочного значения, они пытаются имитировать заводской способ нанесения маркировки. Поэтому для этого нужны специалисты. Среди таких экспертов Антон Шаманский. Определить перебиты номера или нет он может с помощью обычного фонарика. Вертикальная линия ровная. То есть никаких отклонений нет. Состояние между знаками тоже ровное. Обратить внимание при покупке стоит и на заводскую табличку. На одном уровне должны находиться специфические заклепки. Кроме того, на ней можно найти такую информацию, как родной цвет автомобиля. Самый такой первый признак – панель прикрашивается. На заводе изготовителей панель окрашивается матовым цветом. То есть она не блестит, никаких подтеков не должно быть. Эксперты отмечают, чаще всего злоумышленники перебивают номера на Тойотах и Хондах. При покупке автомобиля специалисты советуют быть более бдительными. Наталья Владимирова, Максим Юргин. Новости АЭС Байкал ТВ.